Спасибо, Сергей. А сейчас я хочу объяснить молодежи, и не только, а почему нужно в этом участвовать, почему нельзя просто стоять в стороне. Вы все знаете басню про двух лягушек, каждая из которых провалилась то ли в сметану, то ли в молоко, и одна из них ничего не делала, а другая шевелила лапками настолько интенсивно, что взбила этот молочный продукт, превратила его в масло и смогла выбраться. Но я хочу вам открыть секрет. Спасением для этой второй лягушки было то, что она была одна в том сосуде, в котором она оказалась, а вторая ленивая лягушка была в другом сосуде. Потому что если бы они обе были в одной и той же банке, то ни одна из этих лягушек не шевелилась бы, ожидая, пока другая начнет и сделает за нее всю работу. В этом одна из главных проблем общества, одна из главных проблем социума, что когда у огромного количества людей есть одна и та же проблема, но ни один человек не может эту проблему решить для себя, все предпочитают ничего не делать, делать вид, что проблемы вообще нет. Социальная психология последние 30 лет изучала эту проблему. Как так получается, что 40 человек могут видеть, как женщину убивают на улице? Это история знаменитая из Нью-Йорка. И один из них не делает ничего, даже не звонит в полицию, потому что каждый думает, что это сделают все остальные. То же самое с продлением жизни. Мы все постоянно, каждый год, некоторые каждый месяц видят, как люди умирают. Умирают наши близкие, умирают наши родственники, наши друзья, но мы ничего не делаем. И мы ничего не делаем, потому что смерть, она слишком далеко, она наступает не резко, она наступает постепенно. Это десятки лет перед вами, и вы думаете, что это не срочно, вы думаете, что это не важно, что кто-то другой сделает за вас эту работу. И вам кажется, если вы начнете этим заниматься, начнете тратить свое время, вы сделаете свою жизнь сейчас хуже, а результатов все равно не добьетесь. Но я хочу вам сказать, это неправильное мышление. Ваши социальные инстинкты, они ошибаются, они медленно вас убивают, мешая вам спасать себя, мешая вам что-то делать. Вы должны взять контроль над ситуацией, вы должны с помощью собственного разума убедить себя, принять сознательное решение, что вы будете бороться за то, чтобы бессмертие стало возможным. Вы будете бороться за свою собственную жизнь, за то, чтобы она не прекратилась. И даже если вам будет казаться, что это трудно, вы все равно будете делать, потому что вы знаете в глубине души, что вы правы, что человек должен жить, что у него есть право на жизнь. И в будущем, когда ваши провода будут доказаны практикой, и люди на земле перестанут умирать, вы сможете сказать себе и окружающим. Я был одним из тех первых, кто запустил этот процесс, кто сделал бессмертие реальностью. Я для себя нахожу очень большое удовлетворение в том, что я осознаю собственную правоту. Я знаю, что можно было бы заниматься чем угодно другим. Есть масса более спокойных, более приятных занятий, чем бороться за бессмертие людей в обществе, которое идею бессмертия еще не способна принять. Но нет ничего более правильного, чем это. И о том, как мобилизовать общество, о том, почему это нужно сделать, и как можно сохранить оптимизм, и как можно сохранить себе энтузиазм для решения этой проблемы, сейчас расскажет один из опытнейших российских оморталистов и трансгуманистов Игорь Валентинович Артюхов, заместитель директора Института биологии старения. Игорь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые присутствующие, те, кто пришел на этот митинг. Этот митинг действительно уникальное, наверное, явление в мировой истории, такого еще не было. Будем надеяться, что повторится, но вот он сейчас первый. И, наверное, многим неподготовленным кажется этот митинг странным. Люди протестуют против старения и смерти. Ну, казалось бы, это все равно, что протестовать против закона тяготения Ньютона. То есть протестовать можно, толку никакого. Тем более, что сейчас вот происходят такие важные события, как съезд Единой России, съезд КПРФ одновременно, съезд правых сил. То есть люди делят власть, люди делят деньги, занимаются важным делом, понятным, главное. И в этих условиях, ну, вот люди пришли, вот какая-то горстка людей и каким-то глупостям предлагают заниматься. Вот здесь уже дважды звучала цифра о том, что каждый день на Земле умирает порядка 200 тысяч человек. Более 100 тысяч из них умирает от болезней, вызванных старением. Вот добавлю еще одну такую цифру. Вот думайте, что это такое. Вот мы до сих пор помним о Хиросиме. Вот это примерно такая же цифра. Примерно столько же людей умирает каждый день, и мы о них каждый день забываем. Это нам привычно. В Хиросиме нам было непривычно. Если бы атомные бомбы сбрасывали каждый день, то тоже никто бы этому особо значение, наверное, не передавал. А вот от старости и болезни люди умирают каждый день. И кажется, что, ну, это естественный ход событий, и ничего с этим поделать нельзя. Поэтому, ну, никто всерьез не пытается с этим бороться. В то же время, вот как здесь уже говорилось, современная наука позволяет с этим бороться, и эта борьба становится эффективнее с каждым годом. Здесь уже говорилось, например, о создании искусственных органов. И выращивание искусственных органов – это то, что станет, наверное, вполне реальным в течение наступающего десятилетия. То есть в течение этого десятилетия, ну, может быть, к концу десятилетия, может быть, в начале следующего десятилетия, станет, возможно, более или менее каждый орган, состарившийся, поврежденный, пораженный заболеванием, вырастить и заменить. Да, первое время это будет дорого, это будет доступно мало кому, это будет не очень высокое качество, но такие вещи очень быстро дешевеют и улучшаются. И можно утверждать, что через 20 лет медицина будет выглядеть совсем по-другому. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно две вещи – деньги и люди. Вот здесь вот видите плакат «Победа на старостью стратегической задачи государства». К сожалению, это не так. Это то, как мы хотели бы, чтобы было. На самом деле государства занимаются чем угодно, кроме этого. Многие, наверное, слышали такую цифру, что в наступающем десятилетии только в России на закупку вооружений будет потрачено 20 триллионов. Вот думайте, что эту цифру не миллиардов, а триллионов. Это чудовищная цифра, эти деньги будут потрачены на то, чтобы убивать людей. Более того, это только на закупку вооружений. Еще несколько триллионов пойдет на антронизацию ОПК, на то, чтобы армию прокормить, тоже какие-то деньги нужны. В общем, общей сложности на это уйдет порядка 30 триллионов. Если бы хотя бы тысячную долю от этой суммы выделили на борьбу со старением, ситуация изменилась бы совершенно кардинально, потому что сейчас на это направление выделяются тут совершенно смешные копеечные суммы. Я понимаю, что не претендую на одну сотую этого. Понятно, что столько там бюджет не потянет, но одну тысячу, мне кажется, все-таки можно было бы выделить. И второе, это люди. Люди, сколько бы денег мы на это не выделили, потратить деньги, как мы знаем, всегда это не проблема. Найдутся желающие. Нужны те люди, которые реально смогут этим заниматься. И я призываю молодежь, особенно сегодняшнюю, пересмотреть свои планы, идти, может быть, не стремиться в государственные чиновники, как сейчас модно, или в банкиры. Да, конечно, это выгодно, денег будет гораздо больше, но идти заниматься биологией, заниматься медициной, заниматься физикой и нанотехнологиями в ней, потому что это те направления, в которых делается сейчас революция. Она уже сейчас делается, она уже наступает. И последнее, что я хочу сказать. Человек во многом превышает животных. Ну, он умнее, может быть, кто-то, может быть, поспорит насчет дельфинов, но, в общем, умнее всех животных. Человек на машине может обогнать бегущую лошадь, или, там, гепарда. Человек на самолете летает лучше, чем птица. На подводной лодке плавает лучше, чем рыба. На ракете он подпрыгивает выше, чем кенгуру. Во всех отношениях мы обгоняем животных. Одно единственное животное есть, которое нас пока обгоняет, это черепаха. Черепаха живет дольше человека. Вот давайте сделаем усилие, сделаем последний революк и обгоним черепаху. Спасибо. Спасибо, Игорь. Следующее выступление будет посвящено для многих очень непонятной теме, а для тех, кто все-таки знает современную фантастику и возможности компьютеров, это будет совершенно понятная тема. Мы услышали слова «перенесет сознание человека в компьютер» или «запишем человека на компьютер». И следующий докладчик лучше всех разбирается в том, можно ли это сделать и что это вообще означает. Следующий докладчик специалист по нейрокибернетике, доктор физико-математических наук Виталий Львович Дунин-Барковский, профессор, заведующий отделом в Центре оптико-нейронных технологий и системных исследований Российской Академии Наук. Прошу вас.